Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас программа «Разговор со звездой». В гостях у нас сегодня звезда действительно первой величины, заслуженный артист России Филипп... Филипп Киркоров! Кроме того, в гостях вместе с Филиппом у нас находятся ребята. Это группа «Диско-Мафия». А у меня первый вопрос. Филипп, вы не первый раз в Красноярске. Как вам Красноярская публика? Вы знаете, для артиста, особенно если он приезжает в город уже не первый раз, а я здесь уже, по-моему, пятый или шестой раз, когда ему задают вопрос, как вам Красноярская публика, это на... извиняюсь, телефончики выключим. Вопрос о том, какая публика, он сам о себе говорит, что если его публика была плохая, то артист бы сюда не приезжал. Поэтому я знаю, что Сибирь отличалась всегда, может быть, очень холодным климатом, но очень теплым народом, и поэтому здесь, как нигде, очень хорошо выступать. Поэтому так много, наверное, и так часто к вам сюда приезжает много артистов, популярных артистов, и я, и члены нашей семьи не исключение. Я никогда не забуду, по-моему, 88-й год или 9-й год, когда мы вместе с Аллой Пугачевой, ее программа туда приезжала, сюда приехали, и 15 дней во Дворце спорта она давала концерты. А жили мы почти месяц в Красноярске, потому что тогда Алл Борисовна заболела, и весь коллектив жил в Красноярске. Так что я этот город знаю, как никакой другой в России. Ваша программа начинается вчера, сегодня, завтра. То есть по большому счету... Вечная такая. По большому счету, даже уже завтра, что будет завтра, вы включили в программу. Я правильно понял или нет? Ну, в принципе, да. Но там еще есть частичка «и». Собственно говоря, вот это «и» — это всегда самое интересное. Всяк случай для меня. Как бы недосказанность, ожидаемость чего-то. Это, собственно говоря, вот ради этого и, собственно говоря, каждый человек и занимается творчеством. Потому что можно все спланировать, можно все спрогнозировать. Но вот эта спонтанность, вот эта вот творческая мысль, когда осеняет голову, сознание, творчество, А ради этого и стоит, собственно говоря, выходить на сцену и творить. Каждый раз концерт мой — это неожиданность, это сюрприз. Я уже сказал, что тогда я приезжал сюда, и меня Алла знакомила со мной аудиторию в Красноярске. И тогда я первый раз познакомился с публикой и узнал, что такое Сибирь по-настоящему. Сегодня практически я, может быть, спустя почти 13 лет уже приехал сам в который раз с своим шоу, с своей программой. А знакомлю теперь тех, кто действительно, на мой взгляд, сегодня стоит внимания, заслуживает внимания и занимается тем, чем занимаемся всем мы творчеством. Это молодой коллектив, очень талантливый, очень зажигательный. Это сюрприз в нашей программе. Это то самое «И» в афише, которое обычно всегда радует зрителей. Я надеюсь, что этот коллектив «Диско-мафия», я надеюсь, камера, ребят, покажите всех по очередности. Они еще о себе расскажут. И я надеюсь, что их песни очень порадуют всех пришедших завтра на концерт в зал, в красивый зал. Эти песни, многие уже из них популярны. И, может быть, даже вот в исполнении солиста этой группы Алика. Камера, покажите сюда, покажите. Камера! Вот, да. Это наш Лики Мартин. Песня его, версия этой группы, Ливина Видолока, песня «Далеко-далеко», стала уже популярной, кстати говоря. И наверняка здесь ее слышали. В первую очередь хочу сказать, что для нас огромная честь участвовать в одном шоу с такой звездой, как Филипп. Мы чувствуем на себе огромнейшую ответственность, потому что Филипп всегда отличался красотой, изящностью своих шоу. Вот, и мы чувствуем огромную ответственность на себе, когда выходим на сцену, и, видя глаза, видя всех людей, которые пришли к нему, вот, не упасть лицом в грязь, можно сказать. Надо, кстати, представить. Вот Антон, Алик, уже так, Денис, так скажем, душа, юмор и стержень этого коллектива, и Сергей. Филипп, вот я побывал в интернете буквально сегодня, и нашел интересную такую... Что это вы так прятали, листочек? Я могу показать, если что. Название просто меня удивило. Пенсионерка из Челябинской области хочет, чтобы ее похоронили под песню Киркорова. Вы такое слышали? Нет еще? Тогда вот немножко вот для публики, здесь присутствующей, и для телезрителей, буквально несколько строчек. 80-летняя пенсионерка из Челябинской области Клавдия Катучина надеется, что ее похороны пройдут под песню Филиппа Киркорова «Небо и земля». В письме. Хорошо, что не под зайку. В письме, которое Катучина прислала в редакцию газеты «Аргументы и факты», она рассказала, что очень любит певца и покупает аудиозаписи всех его песен. Но эту песенку никак не может достать. Старушка просит у редакции, если Филя приедет к вам в гости, шепнете ему на ушко, чтобы он прислал мне небо и землю. И землю, наверное. И дальше. Мне много лет, и я скоро могу уйти из жизни. Я партийный человек и против, чтобы меня отпевали. Когда будут выносить гроб, пусть заведут любимую песню Филиппа, чтобы я с ним простилась. Дочери уже наказала. Пишет почитательница таланта главного зайчика российской эстрады. О, видите, про зайца там. Все вспомнили. Даже пенсионерки. Даже пенсионерки. Ну, а ничего удивительного нет, потому что я уже давно пою, в принципе, и когда я начинал петь, она еще не была пенсионеркой, понимаете? Поэтому в ее сознании небо и земля осталось, как у женщины, наверное, все-таки еще такой, понимаете, знающий, что такое жизнь мужчины, я думаю. Я просто давно пою, понимаете? Ты так молодо выгляжешь, на самом деле. 15 лет этим занимаюсь. А, кстати, вот многие ведь забыли, как вы появились на эстраде. Да что вы говорите? По-моему, это забыть невозможно. Нет, самое начало. Я имею в виду самое начало творчества. В какой программе там? Вообще, я не люблю вспоминать, конечно, потому что, когда начинаешь вспоминать, то это попахивает таким нафталином-нафталином, знаете. Я все-таки, несмотря на то, что я опять-таки давно пою, я все-таки еще молодой человек, поэтому мне еще заниматься мемуарами рано. Ну, если вы спросили, я просто, конечно, забыть это невозможно, потому что была такая программа, мне кажется, она была вообще в прошлой жизни, называется «На шире круг». Вот. И в этой программе я когда-то был найден, как народный талант из Болгарии. Родившийся в Москве. Человек с болгарской фамилией и русской душой, да, как меня прозвали потом. Вот, и это было, и ничего с этим не сделать, и наоборот, даже очень хорошо. Сейчас, к сожалению, этой программы нет уже в эфире, хотя программа действительно была очень хорошая, потому что телевидение в то время, оно было некоммерческим, оно все-таки было похоже на телевидение, и там работали люди творческие, которые искали таланты на улицах, в вузах, в музыкальных, театральных училищах. Тогда не было, как сейчас, надо, чтобы для того, чтобы раскрутиться, надо прийти, за собой привезти целый мешок денег, больших, больших, очень больших денег, познакомиться с хорошим продюсером, что редкость, потому что хороших продюсеров очень мало, их практически нет. Вот. Да, просто их практически нет. Но сегодня все-таки еще не все потеряно. Все-таки, если человек талантлив, он даже и без денег, но все-таки имеет хоть какой-то шанс, но выбиться, пробиться. Если встретить на своем пути нормальных творческих людей, которые также смотрят на творчество, а не на толстый кошелек того, кто приходит рядом с ним. Это сложно понять, но, в принципе, сегодня такое время. Сегодня все превратилось в коммерческие ларьки. Вся страна – огромный коммерческий ларек. А наш шоу-бизнес приобрел больше статус не шоу, а просто бизнеса, понимаете. Какой я умный, Господи. А вот говорят, что... Филипп, с какого возраста вы поете? Вот вопрос. Вот сейчас как вам на него ответить? С очень раннего возраста, в принципе. Так, вообще. А профессионально этим делом занимаюсь, наверное, с окончания школы. Вам сколько лет? Я начал вообще петь, когда учился в музыкальной школе, поэтому я был еще младше, чем вы. А профессионально я уже как поступил в вуз музыкальный и начал заниматься этим безнадежным делом. У меня два вопроса к солистам группы «Диско-Мафия». Во-первых, расскажите, пожалуйста, почему именно «Диско-Мафия» называется ваша группа? И второй вопрос. Как вы познакомились с Филиппом? И вообще, как завязалась ваша работа? Диско-Мафия? В первую очередь, хочется сказать, что мы дебютировали на сцене с песней, ковер-версией, песней Рики Мартина «Ливенда Беллока». И к нам пришла такая идея, поскольку песня стала набирать хороший темп, она стала звучать на всех радиостанциях России, и нам пришла идея несерьезно не заняться этим и не сделать хороший коллектив. А вы знакомы с Рики Мартиным, с Тарканом, то, что вы исполняете? Ну, конечно. Мне, вот как раз если уже зашел разговор о вот этих песнях, об этих контактах, мне никогда не было интересно, например, просто так, может быть, спеть песню, а познакомиться с самим композитором, с исполнителем, даже съездить в страну. Ведь когда возник интерес у меня к турецким песням, к турецкой музыке, я съездил в Турцию, я пожил там практически неделю-две, снял клипы на эти песни, я окунулся в эту атмосферу, я влюбился в эту страну. И только после этого мог получиться столь органичный и столь популярный три года назад альбом «Ой, мама, шикадам». И публика это моментально оценивает. Когда что-то искусственно происходит, за уши притянуто, то публика это моментально чувствует и никогда не принимает. У меня много было экспериментов в творчестве. Я из Турции в это странное такое произведение, как «Мышь». И все говорили, Киркоров сошел с ума, у него крыша поехала. Какие-то мыши, змеи, тараканы. Что же это такое, беда? Потом, когда меня раз отбросило в другой, так называемый, молодежный период, когда я выкрасился в белый цвет, но еще остались такие концы от этого белого цвета. Опять-таки, это, может быть, я компенсировал вот эту смену образов тем, что у меня не было возможности сниматься в кино, а я очень люблю кино. И для меня каждый клип – это своеобразный ролик, трехминутный фильм, в котором я обретаю новый образ. Артисту самое приятное, когда его труд замечают и ему аплодируют. Даже ребята это могут подтвердить. Аплодируют. Ну, напросился, но аплодисел. Мы здесь. Все наше шоу здесь. Мы не случайно приехали к вам в таком огромном составе. Практически около 80 человек. Сегодня высадился десант в Красноярск, около 80 человек. Это и балет, и музыканты, и вокальная группа, и, в конце концов, диско-мафия. И, конечно же, мы привезли с собой очень много аппаратуры, техники света, пиротехники, взрывов, эффектов, потому что концерт этот живой. Все поют живьем. И, конечно, очень тоже неприятно слышать очень часто обвинения в том, что вот артисты, некоторые поют под фонограмму. Вы знаете, специфика телевидения и телевизионных программ, такие как «Песня года» и других, она, конечно же, в себе заключает, что все артисты поют под фонограмму. Но живые концерты, гастроли, во всяком случае, в нашей семье, в нашем коллективе всегда проходят живьем. Это закон, который мы никогда не нарушаем. И все остальное подлежит табу. Все эти годы напролет, живу всем тем, что Бог дает. И сам себе при этом говорю. Будь что будет, эх, будь что будет, за брелом, вам отлечу. Будь что будет, эх, будь что будет, я буду жить, как хочу. И быть хочу самим собой. Я каждый миг земной. Так уж и будь что будет, эх, будь что будет, я сам по счету плачу. А я всегда удивляюсь, как можно в таком темпе работать на сцене и не сбить дыхание. Еще и петь. Это называется простым словом прописионализм. Это, за этим стоят тренировки, за этим стоят занятия вокалом, за это стоят школа, определенные мастерства, школа жизни, сценического опыта. Все сразу не давалось. Все это приходило постепенно, с опытом. Когда ты занимаешься творчеством, когда ты обращаешься к творчеству композитора того или иного, той или иной страны, то ты, естественно, перевоплощаешься в тот образ, который несет в себе этот композитор. Иначе не может быть творчества. А потом очень важно всегда оставаться самим собой, даже исполняя что-нибудь, даже классическое какое-то произведение. Понимаете, не обязательно петь классику. Вот, например, у меня в программе есть одно классическое произведение. Это не значит, что я бегу переодеваться в смокинг. Я могу это классическое произведение петь вообще в джинсах рваных и в рубашке на распашку. Понимаете? А все равно исполнить и донести это произведение так, что в зале будет аплодисменты, даже крики, браво, может быть. Потому что внешне это фантик. Ведь главная суть артиста, суть человека. А фантики могут меняться. Сегодня такой, завтра другой. Понимаете, сегодня блондин, завтра брюнет. А уж сколько людей поменяло образы за свое творчество. Тот же Рикки Мартин. Он когда-то был с длинными волосами, сегодня он с короткими волосами, завтра он опять с длинными. Поэтому даже если бы я очень постарался, я не мог бы косить под Таркана, потому что он очень маленького роста. Недавно в Мексике вы представили испаноговорящей публике свой новый альбом «Магическая любовь». Как это проходило? Ну, это нормально было. Желание любого человека творческого быть востребованным не только в своей стране, но и познакомиться им творчеством за рубежом. Поэтому очень было интересно попробовать записать свои песни, которые за эти годы полюбились в России, записать их на испанском языке. Почему на испанском? Потому что, на мой взгляд, испанский ближе всего к русскому, как это ни странно. И записать эти песни на этом языке и в Мексике издать, выпустить альбом. Я рад, что эти песни понравились, и я надеюсь, что их ожидать будет такая же красивая судьба, как в России. И завтра на концерте я исполню пару песен с этого альбома, и надеюсь, что это будет приятным сюрпризом для тех зрителей, которые придут на концерт, услышать известные мелодии вдруг на другом языке. И почувствовать себя, может быть, немножко мексиканцами здесь, в Красноярске. О мюзикле «Метро». Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как проходил отбор участников и кто там участвует? Вы знаете, как в кино. Все объявлялось по радио, писалось в газетах, назначался день свидания, значит, день прослушивания, выстраивалась колоссальная очередь, как на Бродвее практически, как в Нью-Йорке. И ребята пробовались. Огромный был конкурс, огромный был конкурс. Из них осталось сначала 100 человек, потом 60 человек, потом в результате 20 солистов осталось самых лучших ребят с улицы. Практически все с улицы. Ну, за исключением, может быть, главного героя, исполнителя главной мужской партии, значит, моего брата по спектаклю, по мюзиклу. Исполнитель этой роли зовут в жизни Валерий Боровинских. И это наш первый артист мюзикла, практически, который сыграл в мюзикле «Иисус Христос – суперзвезда». И он был приглашен на главную роль. До сих пор проходит прослушивание. Так что, если кто-то в себе чувствует действительно талант в определенные дни есть прослушивание, подходите в театр «Оперетты» в Москве, приезжайте, вас прослушают. И если вы подойдете, то обязательно станете одними из членов трупа метро. где вы любите отдыхать, когда удается выкроить свободную минутку между гастролами? Ну, вообще, вот... Слово «потешить». По-разному, по-разному. Если это где-то в городе, то вот в последнее время я подсел так, грубо говоря, да, так, жаргоном, если говорить. На боулинг. Я люблю шары покатать. В смысле, покидать. И думаю, что Красноярск не станет исключением. И здесь мы обязательно отметимся в каком-нибудь боулинге, выясним, где хорошо. И обязательно съездим туда. И сегодня, может быть, и завтра после концерта. Ну, а если отдыхать, как вот отпуск? Сел и поехал. Куда? Да, куда глаза глядят. Порой так хочется куда-то уехать, чтобы никого не видеть, и чтобы тебя никто не видел. Так это бывает у артистов иногда, когда слишком много всего происходит в жизни, то хочется расслабиться, отдохнуть и провести время в приятной компании. Но работа настолько занимает все свободное время, что вот, например, я планировал вот сейчас вот после кремлевских концертов, после премьеры программы «Вчера, сегодня, завтра» и в Кремле взять и уехать. Ну, тут мне говорят, «Филипп, вот давай сделаем тур по Сибири, по Дальнему Востоку и покажем программу, это новое шоу, покажем здесь». Вспоминая, насколько это было здорово, когда мы приехали в рамках моего супертура, помните, когда я приехал на своем самолете, и приехали, мы выступали здесь, и два концерта было в Красноярске, это было незабываемо. Я решил, что мы должны обязательно сюда вернуться, и вот мы вернулись с новой программой, пусть нет того самолета, но мы самое главное здесь, и шоу на самом деле получилось замечательное. «Однажды ветер в облаках влюбился в яхту белоснежную Мария, ее качал он на волнах, и о любви своей волнуясь говорил. Он ласкал ей паруса и, смеясь, кидался пеною морской, а яхта прятала борта, и от него бежала в голубой воде. Но ветер все не улетал и, наполняя паруса, ей сладко пел. Ты утро, Мария, ты небо, Мария, ты одна у меня, без тебя нет дня, ты мой парус, Мария, ты жаждаешь, Мария, я любить теперь стану, ты буря за мной, и высокой волной, я сладкою оттой. О-о-о, о-о-о, о-е-е, 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 о-о-о-о, велбинзин, о-о-о... К сожалению, в шоу-бизнесе сегодня очень много нечестного, и мы только начинаем цивилизованно жить в нашей стране, а в стране, где 70 лет отсутствовало такое понятие, как шоу-бизнес, У нас очень сложно сразу начать жизнь по европейским стандартам. Но я надеюсь, что в ближайшее время все узаконится. И, во-первых, мы будем бороться и победим пиратский рынок с вашей помощью, конечно же, только с вашей. И выйдем на такой уровень, чтобы нас воспринимали на Западе так, как воспринимают наши достижения в спорте, в фигурном катании, в классическом балете, в опере, в кино. И чтобы, наконец-то, нас воспринимали самодостаточными единицами и в шоу-бизнесе. И вот на этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Всего вам самого доброго. Добро пожаловать на музыкальную планету «Нокс Мьюзик». Он странный такой, про него говорили. Что-то такого он всем отвечал. Субтитры создавал DimaTorzok